Белорусская научная мысль от Антарктиды до космоса. Сегодня Национальная академия наук представила проекты, на которых ученые сконцентрируют внимание в этом профильном для них году. Анонсировано создание электромобиля и электродвигателя, более современного спутника дистанционного зондирования Земли, суперкомпьютера, способного генерировать искусственный интеллект. Идет внедрение в производство новых марок стали и лекарств, осваиваются современные методы лечения с использованием стволовых клеток. В Антарктиде Беларусь строит полноценную исследовательскую станцию. По статистике, 85% инвестиций направляется на разработки прикладного характера. Этот акцент сохранится. В Год науки Национальная академия разработала комплексный план, который по расчетам внесет весомый вклад в экономическое развитие страны. Это больше ответственность, поскольку да, у нас планы всегда высокие, напряженные. В прошлом году приняты программы пятилетние. Они очень насыщенные, и ученые работают по этим программам. Нам нельзя допустить того, чтобы потом при подведении итогов сказали, что не было ярких мероприятий, событий, разработок, внедрения, то есть ярких результатов. Поэтому мы бы хотели в этом году презентовать целый ряд результатов таких. В Год науки ожидается и системное решение, которое позволит сократить путь от разработки до внедрения в производство и создания инновационного бизнеса. Речь о сокращении бюрократических процедур. Также ученые получат право на риск. Теперь неудачи в потенциально сверхприбыльных проектах им не придется компенсировать из собственного кармана.